Дороги с гарантией. Украинское правительство будет платить за ремонт автотрасс только после тестов на их качество, как обещает премьер Владимир Гройсман. Сегодня он проверил, как идут работы на трассе М-12. По его словам, через пять лет буквально все областные центры будут соединять хорошие дороги, но на это понадобится около 300 миллиардов гривен. Все подробности узнаем от Александра Васильченко. Трасса международного значения М-12. Она проходит через Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую и Винницкую области. С прошлого года на этой дороге начали капитальный ремонт. Глава правительства решил лично проверить, как проводят работы. Сейчас мы проедем около 240-250 километров и увидим отрезок дороги, который является одним из приоритетных проектов, которые я инициировал в прошлом году. Это Тернопольский участок. Местные власти утверждают, что трасса имеет стратегическое значение для области. Ее ремонт позволит привлечь дополнительные инвестиции и направить деньги на реконструкцию остальных дорог. Участок трассы Хмельницкой области строят не только за деньги государства. По международной программе инвестиций тендер на ремонтные работы здесь выиграла китайская фирма. Делают качественно, подчеркнул премьер, но отстают от графика. Дорога в плохом состоянии, поэтому нужны дополнительные работы. У нас есть тут делянка первая. Капитальный ремонт 213-215. На этот год запланировано 25 миллионов, чтобы мы могли распространить дороги. Тут должна быть сделана эта развязка. Премьер уточнил, участок от западной границы до Винницы и отрезок от Винницы до Умани планируют закончить уже в этом году. А вот дорожники заявляют, главное в дальнейшем сохранить дорогу от больших грузов. Также Гройсман отметил, часть этой трассы в Тернопольской и Винницкой областях входит транспортный коридор Гоу-Хайвей, который соединит порты Черного моря и Балтики. Работы начаты на 12 объектах, в том числе 4 на трассе М-12. В одних областях ведется работа достаточно серьезно, а в других есть проблемы. Поэтому нужно ставить перед ними четкие задания о том, что необходимо отдавать работу и максимально качественно делать справа. Люди ждут нормальные дороги, ездят по этой дороге десятками лет, разбитые, разваленные. Тут страшная количество ДТП, страшная количество людей, которые погибли. Впрочем, премьер подчеркивает, сверхударных темпов от дорожников не требуют. Главная задача – качественные дороги. И хотя в правительстве не берутся прогнозировать, сколько в этом году сделают автодорог, заявили, что это будет не менее 2000 километров. На это выделили 47 миллиардов гривен. Юлия Жешко, Александр Васильченко, Даниэль Косаковский. Подробности. Телеканал Интер.